Семилуки 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 имел 2349 жителей в это же время он стал районным центром с 4 июля 1942 года по 26 января 1943 года город Семилуки был оккупирован немецко-фашистскими войсками в Семилуках находилась радиовещательная станция сигналами которой в ноябре 1941 года были взорваны мины в оккупированном Харькове. Подвиг Просковьи Щеголевой получил всероссийскую известность. Неудивительно, что в Семилуках не утихают разговоры о том, чтобы ее канонизировать. А дело было так. Осенью 1941 года глава семейства, тракторист Степан Щеголев, ушел на фронт. Просковья осталась одна с шестью детьми – Татьяной, Александром, Анной, Полиной, Колей и Ниной. В июле 1942 года перед немецким наступлением вместе с другими беженцами семья покинула свой дом. Две недели Просковья с детьми и матерью жила у чужих людей в селе Яндовище. Есть было почти нечего, и дети становились все слабее. 15 сентября Щеголевы, кроме старшей дочери Татьяны, тайком пробрались в родное село и выкопали картошку. Семья уже решила возвращаться, когда увидела, как к ближайшему бугру скользит подбитый советский самолет Ил-2. Вместе с матерью Просковья помогла выбраться раненому летчику Михаилу Мальцеву. Вскоре дети услышали шум мотора, к огороду ехали немцы. Летчик пополз через сад, в ближайший оврах, но семья уйти не смогла. На пути встретились офицер и двое солдат с овчарками. Женщина приказала детям молчать о том, что случилось, и сама ответила «Я не знаю, не видела». Солдаты схватили старшего сына Александра, поволокли к дому и стали пытать, но мальчик так ничего и не сказал. О том, что произошло дальше, можно узнать из справки майора КГБ Мартыненко. Возвратившись во двор, учинили над Щеголевой, ее матерью и пятью малолетними детьми зверскую расправу. Они натравили на них собак, которые их искусали и изорвали в клочья. А затем они все были расстреляны и сброшены в погреб. Степан так и не узнал о том, что случилось с его семьей. 27 декабря 1942 года он погиб в бою в Тверской области. Летчика Мальцева выдала немцам другая женщина, Наталья Мисарова. Младший лейтенант грузил уголь в шахтах в концлагере под Эссеном. Бежать удалось ему только в апреле 1945 года. С места расправы удалось спастись только сыну Александру. Вместе с женой он воспитал 12 ребятишек. Наталья Мисарова, выдавшая летчика, не выдержала людского презрения, пристрастилась к спиртному, это и свело ее к могилу. На открытие памятника Щеголевы 9 мая 1965 года Мальцев приезжал в село. В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР Щеголева Просковья была посмертно награждена Орденом Отечественной войны первой степени. Освобождение села Семилуки произошло 25 января 1943 года в ходе Воронежско-Косторнинской операции Красной Армии. Село находилось в состоянии разрухи, люди жили в уцелевших подвалах и погребах. Жители принимали участие в восстановлении колхоза, а также огнеупорного завода, расположенного в городе Семилуки, за что многие были награждены медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Только в 1949 году уровень развития сельского хозяйства достиг довоенного. 18 ноября 1954 года поселок Семилуки был преобразован в город. В 1963 году построен завод химии. В 1974 году открыт механико-керамический техникум. В 1975 году на северной окраине Семилук установлен памятник на братской могиле. В 1965 году разведка по реке Ведуха была проведена экспедицией Воронежского государственного университета под руководством Пряхина. В 1985 году нижнее течение реки Ведуха исследуется Саврасовым. В 1985 году район обследовался Разуваевым. На территории села Семилуки им было открыто два поселения, мониторинг которых был осуществлен им же. В 2006 году археологам Голотвиным была проведена археологическая разведка по правому берегу Дона, от шоссейного моста через Дон в районе города Семилуки до впадения в Дон Ведуги. Было открыто городище Чернышева гора 1. Некоторые историки Воронежского края связывают археологический памятник с летописным поселением Усугруф, в переводе с тюркского «Ус-река, Угров-ров-гора», что означало поселение у реки на высокой горе. Русское название этого поселения было, по-видимому, Огибень. Так впоследствии был назван мужской монастырь. Существует в науке и попытки связать Семилукское городище и с летописным городом на Дону. В 1111 году городу на Дону подошел князь Владимир Мономах, и поскольку он был захвачен половцами, поджег его. По ходу русских князей в 1111 и 1116 году в этих краях согнали половцев с этих мест. Трехпрестольный Митрофановский храм был заложен в 1994 году. Осенью 1995 года с помощью местных промышленных предприятий был вырыт котлован для закладки основания будущего храма. В 1996 году началось возведение храма, но из-за недостатка средств работы велись медленно и нередко останавливались. В 2003 году настоятелем храма был назначен Василий Попов, и за последующие пять лет строительство было практически закончено. 31 октября 2004 года митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий посетил строящийся храм, осведил их лавку и крест, которые увенчали один из трех пределов строящегося храма. А 6 декабря 2004 года, в день памяти первого епископа Воронежского Митрофания, в северном пределе строящегося свято-митрофановского храма была совершена первая божественная литургия. 15 августа 2007 года митрополит Сергий осветил кресты и центральный купол, а 20 августа, в день 175-летия обретения мощи святителя Митрофана, в храме прошла первая божественная литургия. В 2009 году проведено отопление, до этого зимой богослужения в храме не велись. 14 апреля 2010 года митрополит Сергий осовершил освящение куполов и звонницы для строящегося храма. Архитектура храма «Шатровая эклектика». Автор проекта – архитектор А.Б. Поплавский. Форма основания храма – крест, высота 42 метра. Храм увенчан 13 куполами. В настоящее время в Семилуках имеются ЗАО, комбинат строительных материалов, агрегат, Семилукский пищевик, технико-экономический колледж, две средних, две неполных средние школы, санаторная школа-интернат, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, дворец детского творчества, станция юных техников, две библиотеки, два дома культуры.